Эфир телеканала ННД продолжает новости. Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Воспитанные войной. Специалисты исследовательского центра имени Сербского обследуют дагестанских детей, вывезенных из Сирии и Ирака. Детский сад мечты. В Кизелюховском районе завершается строительство детского сада на 200 мест по самой передовой методике. Специалисты исследовательского центра имени Сербского обследуют дагестанских детей, вывезенных из Сирии и Ирака. Тщательная диагностика малышей на самом высоком уровне была организована Минздравом республики совместно с уполномоченным по правам ребенка Мариной Ежовой. Всего в Дагестане 180 детей, которых удалось вывезти из неблагополучной среды. Много лет уже идет сирийская кампания и по-прежнему остается вопрос о состоянии этих детей. Мы очень переживаем, что те стрессы, эти ужасы, которые им довелось увидеть, оставили, может быть, неизгладимый или непоправимый след в их психике, в их здоровье психическом, в их характере, вообще их мироощущения. А наша самая главная задача сделать, чтобы эти дети были счастливы, чтобы вернуть им нормальное человеческое детство. Медики приехали большим составом. Десять специалистов, неврологи, психотерапевты, детские психиатры, психологи и даже врач-биохимик. Они будут работать в трех городах – Махачкала, Кизелюрд и Дербент. По результатам им будет расписано лечение и реабилитационные мероприятия. Дети будут взяты под наблюдение. В Республиканской клинической больнице началась вакцинация сотрудников. Ей подлежат более полутора тысяч человек медперсонала. Только за первый день акции добровольно привились 60 врачей, медсестер и санитаров. Более подробно расскажут мои коллеги. Больных коронавирусом в Дагестане становится все больше. В стационарах республики находится почти 1400 пациентов с этим диагнозом. Увеличено количество коек для больных с ковидом. Сейчас это уже 1500 мест. К середине июня в Дагестане иммунизировано почти 113 тысяч человек. Врачи, которые не понаслышке знают, как страшен этот вирус и как тяжело переносится болезнь, приняли решение пройти добровольную вакцинацию. Я работала на первой волне и на второй волне. Но я решила, что вакцинироваться лучше. Потому что я сама заболела. Боюсь заболеть. И со здоровьем, чтобы было нормально. Я сам переболел в августе прошлого года. Я сам переболел в достаточно легкой форме, несколько температуре. И в принципе все. Но мои близкие, несколько человек, переболели достаточно тяжело. Их пришлось госпитализировать. Поэтому я бы не хотел испытать все то, что испытали они. И считаю, что стоит сделать вакцину и обезопасить и себя, и своих близких данных заболеваний. Я решила, что вакцинироваться для выработки антител. Потому что мы напрямую работаем с пациентами. И могут попасться пациенты с ковидом. Естественно, чтобы не было повторного заражения. И выработался иммунитет заранее. Врачи уверяют, чем больше вакцинированных, тем ближе приобретение того самого коллективного иммунитета. Прививка это почти не больно. Место инъекции не рекомендуется мочить в течение трех дней. Стоит отказаться от посещения бани и сауны. И пару дней избегать физических нагрузок. Но главное не забыть сделать вторую вакцину. Вторую мы делаем 14 июля. Придем также к вам сюда. Несколько дней, может быть, небольшие головные боли, повышение температуры до 37-37 с хвостиком. Это нормально. Мы вот вместе с моей медсестрой уже второй день вакцинируем коллектив РКБ. У нас на руки две вакцины. Это гам-ковид-вак и эпи-вак. Сотрудники больше предпочитают гам-ковид-вак. В настоящее время вакцина гам-ковид-вак торговой марки «Спутник Ви» в термоконтейнерах развозится по территориям Дагестана. Все желающие привиться могут обратиться в пункты вакцинации, в поликлиниках по месту жительства, а также на мобильные пункты. Ларьяна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Салман Дадаев провел совещание по вопросу освещения Махачкалы. В администрации обсудили возможность составления энергосервисного контракта для оплаты за уличное освещение Махачкалы по факту потребления. Для его заключения, заявил мэр Махачкалы, необходимо провести комплекс предварительных работ. Это закупка необходимых приборов с учетом цены и качества, инвентаризация и наладка всех аппаратов управления наружным, освещением и только потом заключение контракта со специализированной организацией. Собственников торговых зданий в Махачкале обяжут устанавливать урны на прилегающей территории. Такие изменения внесены в правила благоустройства столицы. Так, инспекторы проверили соблюдение указанного пункта торговыми точками по проспекту Гамзатова. По итогам мониторинга выявлено, что часть предпринимателей уже выполнили требования, но были и те, кто нарушил правила. С ними провели разъяснительную работу и выдали предписание. А в Кизелюрдовском районе завершается строительство детского сада на 200 мест по самой передовой методике. И, что самое главное, больше не нужно несколько лет стоять в очереди, чтобы ребенок попал в такой сад. Дошкольные учреждения возводят за счет средств республиканской инвестиционной программы. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Есть слово. Для жителей Нечаевки такой детский сад – это настоящее спасение. Рабочие возвели стены, сейчас делают внутренние работы. Объект планируют сдать уже в этом году, в августе. Начальник участка предвкушает момент сдачи. Делится, что такому масштабу можно позавидовать. Таким садиком, таким проектом, объектом малым можно похвастаться в нашей республике. Это огромное благо от Всевышнего для этого села. В проекте детского сада значатся медицинские пищевые блоки, физкультурные, музыкальные залы, прачечные, служебно-бытовые помещения. Плюс ко всему предусмотрен лифт. Кабинет медработника, тут процедурный кабинет, тут предусмотрен отдельный санузел для медперсонала. Во дворе детского сада появятся прогулочные и спортивные площадки с игровым оборудованием для каждой группы, а также беседки и песочницы. Важно в проекте и то, что сад будет оборудован под маломобильные группы. В каждой группе есть свой вход и свой эвакуационный выход, чтобы они вообще не сталкивались друг с другом. Для персонала тоже есть отдельный вход, они с главного входа заходят и выходят. В этом плане предусмотрены все меры предосторожности по технике безопасности. Здесь будет у нас пандус для маломобильных групп, для инвалидов. Здесь для них отдельный тоже коридор, дорожки будут. И с главного входа, и с запасного выезда. По словам администрации Кизелюртовского района, ими ведется активная работа по доступности дошкольного образования и очередности. За последние 7 лет уже было возведено 7 детских садов. Это улучшит не только состояние с очередями, но и обеспечит жителей дополнительными рабочими местами. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов, телеканал ННТ Кизелюртовский район. И о спорте. Дагестанка Айзанат Муртазаева представит Россию на Олимпиаде в турнире фехтовальщиков. Список участников от национальной сборной игры в Токио опубликован на сайте Федерации фехтования России. На Олимпиаде 19-летняя Айзанат Муртазаева выступит в турнире шпажисток. Соревнования по фехтованию в японской столице пройдут с 24 июля по 1 августа. Напомним, что ранее единственным дагестанцем участником Олимпиады по фехтованию был Владимир Назлымов. В активе саблиста три золотые медали. А в Эсбербаши стартовал 19-й всероссийский турнир по боксу класса А памяти Хаджимурада Гамзаева. Соревнования, как и в предыдущие годы, проводятся на базе учебно-спортивной базы имени Алиалиева. На турнир заявились порядка 100 боксеров из 17 регионов России. Мужчины оспаривают награды соревнований в 10 весах и женщины в 5. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали мэр Эсбербаша Магомед Исаков, замминистра спорта, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и руководитель федерации бокса республики Хабиб Алахвердиев. Видят таких дорогих гостей, это традиционный турнир, который я, будучи оказавшись в городе Сбербаш, уже посвящаю и не пропуская. Потому что здесь, когда видишь таких великих спортсменов, спорт это посол мира, который объединяет всех людей, разных национальностей, разных вероисповеданий. «Своих ребят готовим для того, чтобы они стали мастерами спорта. Это для того, чтобы в дальнейшем продвижении на чемпионат России, чтобы ребята набирали опыт. Для этого проводится этот турнир с российскими соревнованиями. Поэтому я думаю, что такие мероприятия для нашей республики очень важны и нужны, потому что получают хороший опыт от других регионов». Поединки боксеров продлятся три дня. Финальные встречи пройдут 26 июня. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.